Дорогие коллеги, добрый день! Меня зовут Константин Шаранов, я работаю в ГЭТ-институте в Москве. Я отвечаю за проекты, связанные с поддержкой, мотивацией к изучению немецкого языка в школах, в вузах. Кроме того, мы делаем рассылку преподавания немецкого языка вместе с коллегами. Я рад приветствовать вас в секции, которая называется «Motivationssangebote des Kürtensinstituts», мотивационные предложения ГЭТ-института. И хотел сразу сказать то, что у меня будет не доклад, а больше информационная сессия. То, что мы постараемся сделать ее интерактивной, поэтому будем рады вашим вопросам в чате, как здесь, так и на странице трансляции в ЭКТ на странице. И также благодарю вас за то, что вы среди обширной программы выбрали именно наш слот. Чуть позже ко мне присоединится моя коллега Александра Осипова, которая расскажет также про экзамены ГЭТ-института для подростков. Сейчас я хотел бы начать, тем не менее, с презентации. Вопросы можно писать на русском, на немецком языке. Наша задача на этот слот, чтобы мы поняли друг друга и чтобы мы выяснили все вопросы, которые остались открытыми и не до конца проясненными. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к мотивационным предложениям, совсем коротко скажу про ГЭТ-институт. Задачи ГЭТ-института, основные три задачи – это популяризация немецкого языка во всем мире, это поддержка культурного сотрудничества и это представление актуальной картинки немецкого общества за рубежом актуальной информации о Германии. ГЭТ-институт представляет собой всемирную сеть. Всего существует 159 институтов в 98 странах мира. В Германии тоже есть ГЭТ-институты, их 13, и они нужны только для проведения языковых курсов в первую очередь. Центральный офис ГЭТ-института находится в Мюнхене. Есть также представительство Берлиния, и всего в ГЭТ-институте во всем мире работает более 3,5 тысяч сотрудников. Поскольку Россия очень большая страна, а ГЭТ-институтов в России всего три, у нас большая сеть партнеров, сейчас прошу прощения, есть сеть центров немецкого языка, их 20 в России, которые проводят языковые курсы по стандартам ГЭТ-института. Есть 32 экзаменационных центра, которые принимают экзамены ГЭТ-института. 14 школ, участницы инициативы ПАШ, школа партнера будущего. 16 читальных залов, немецких читальных залов на базе бибиотек городских. 45 ресурсных центров проекта. Ранее это был проект немецкий, первый, второй иностранный. Сейчас мы продолжаем работу с этими партнерами. 59 методистов-мультипликаторов, которые проводят повышение квалификации преподавателей в регионах по стандартам ГЭТ-института. И наш партнер – Межрегиональная ассоциация учителей и преподавателей немецкого языка. Это наша основная сеть партнеров в России, но, безусловно, есть и другие партнеры в рамках отдельных проектов, отдельной кооперации. Так, сейчас пытаюсь увидеть чат, потому что вижу, что там что-то происходит. В языковом отделе ГЭТ-института есть два подотдела. Во-первых, это языковые курсы экзамена. Вы знаете, что ГЭТ-институт является ведущей организацией, которая представляет курсы экзамена по немецкому языку, а также отдел поддержки немецкого языка в школах и вузах. Отдел называется «Сотрудничество в области образования». И в этом отделе мы работаем с тремя целевыми группами. В первую очередь это вы, учителя-преподаватель немецкого языка. Затем, конечно же, студенты, школьники, дети и родители. И в-третьих, это руководители образовательных организаций, лица, которые принимают решения. И сегодня в нашем слоте, прошу прощения, презентация анимирована. Сегодня в нашем слоте мы остановимся на пяти темах. Это методики и учебные материалы для детей, для подростков. Это конкурсы и события для изучающих немецкий. Это бесплатные онлайн-ресурсы для изучения немецкого языка самостоятельного. Это наш сервис и поддержка школ, учителей немецкого языка и образовательных организаций. И в-пятых, это программы, проекты, связанные с изучением немецкого языка. Так, смотрю вопросы, пока нет, идем дальше. На этом я закончу свою презентацию как презентацию и хотел показать дальнейшие материалы вам непосредственно на сайте, для того, чтобы у вас всегда была возможность их найти и после нашего мероприятия. Итак, пройдем весь путь. Это единственное, что вам нужно запомнить из-за ссылок. Вы попадаете на стартовую страницу, где-то института у нас пляд. Затем вы идете под рубрику «Немецкий язык» преподавателем немецкого. И здесь вы найдете как раз разделы, о которых сегодня пойдет речь. Безусловно, мотивация обучающихся – это очень важная составляющая нашей работы, потому что если ученики и студенты не мотивированы, это накладывает отпечаток на всю нашу, вашу работу. Естественно, мы стараемся поддерживать мотивацию по этим представленным направлениям. Начнем мы с методик и учебных материалов. Для этого вы идете либо здесь, в левом меню, либо здесь. Попадаете на страницу с учебными материалами для разных возрастных групп. Мы начнем, конечно же, с детей. Пойдем по возрастающим. И среди детей у нас тоже есть предложения для разных возрастных групп. Начнем мы с самых маленьких. Для них это дети. Немецкий в детском саду, немецкий до начала, начальной школы. Для этого у нас есть такое предложение, как немецкий язык за Чишкой Хансом. Я думаю, что, возможно, кому-то из вас он знаком. Это пакет материалов, в которые входят руководства по работе с готовыми планами уроков. По карточками, очень много наглядности. Сам Зайчишка Ханс, который является посредником, послом немецкого языка в работе с детьми. К сожалению, так просто этот пакет приобрести невозможно. Но мы его предоставляем всем, кто закончит онлайн-курс повышения квалификации немецкий язык в детском саду. Он также здесь представлен на сайте. Сейчас еще идет прием заявок на этот курс. Он длится 16 недель с 26 октября по 22 февраля. Регистрация проходит до 23 октября. Была определена, поэтому есть шанс еще на него записаться. Сам курс состоит из четырех модулей. Методические основы раннего обучения немецкому языку. Концепция немецкий язык Зайчишка Хансом, самового предложения. Развитие детей с помощью иностранного языка. Анализ и планирование урока. Вижу сообщение в чате, отличные материалы. Спасибо, Наталья. По окончании курса вы получите документы об обучении, сертификат ГЭД Института, а также удостоверение установленного образца от Российского государственного гуманитарного университета. Спасибо. Курс является платным, он идет с большой скидкой для, субсидированным, скидкой для преподавателей, и его стоимость составляет для преподавателей государственных образовательных организаций 6600 рублей. Помимо этого, следующим предложением для детей является детский онлайн-университет для гитарии Киноуни. Я являюсь его координатором в ГЭД Институте в Москве. Собственно, этот проект появился тоже в Москве. Я думаю, что многие его, многие из вас его уже знают. Он запущен в 2016 году. Переходим мы на него так, в детский онлайн-университет. Его можно использовать. Это платформа. Собственно, перейдем на нее. На которой есть лекции на трех факультетах. Человек, природа и техника. Зашли. Можно выбрать русский язык. И может заниматься ребенок сам. Можно заниматься ребенком с родителями. Знание немецкого языка не обязательно. Главное, чтобы ребенок уже мог читать владел кириллицем, 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 алфавитом. И затем проходят лекции на интересные темы. Новости проекта. Во-первых, совсем скоро добавятся новые лекции. 45 лекций по 15 на факультете. Во-вторых, мы сейчас готовим оптимизацию под мобильные устройства на планшете, на мобильные телефоны, чтобы можно было работать не только за компьютером. Спасибо за комментарий в чатах. Кроме платформы, конечно же, мы предлагаем материалы для использования проекта на уроках в школе. В первую очередь, вы найдете по ссылке «Детский университет в школе». Вы переходите. «Детский университет в школе». Здесь рассказывается про материалы. Мы предлагаем возможность распределения тем лекций по темам учебников, то есть здоровья, науко-технический прогресс, какие лекции конкретно подходят к какой теме. Для учителей есть более подробная таблица с непосредственно ссылками на конкретные лекции. И каждой лекции в учительском доступе предлагается сценарий занятия. Вот мы сейчас на платформе, мы вышли. Мы можем зайти как учитель, если вы изложили такой аккаунт. И здесь, например, лекция на тему «Фегльфа Шойхин». Вы видите сразу феврилеренды. Слева «Флэнс сценарий». И сценарий урока, и рабочие листы для детей на уровне А1-анлан. «Лайтфаден» и «Анлайн». Конечно, не всегда возможно найти время для этих материалов на уроке, поскольку учебный план, не так много часов. Поэтому у нас есть такое предложение, как программа в университете с немецким онлайн-университетом. Здесь вы видите информацию о программе, самую программу на 32 часа. Примеры материалов, которые сопровождают эту программу, это всегда «Лайтфаден» и «Анлайн». Презентация в формате PowerPoint, часто презентация во флипчарте и скрипт-занятия. Автором программы является наш методист-молепликатор, партнер Наталья Владимировна Рыбчикова, старший преподаватель Института развития образования Ярославской области. Здесь вы найдете рекомендации для учителя, как работать с этой программой, очень подробно. Также мы предлагаем вебинары, вай-семинары на тему КРИЛ именно о подходе в рамках работы с этим проектом. Другой программой университетной деятельности, которая базируется на подходе КРИЛ, предметно-языковом интегрированном обучении, является курс «Немецкий для иных исследователей». Здесь также вы на сайте увидите примеры занятий с этим курсом. Его суть заключается в том, что дети исследуют для себя окружающий мир, и немецкий язык является средством познания окружающего мира. То есть исследуются свойства воздуха, воды, света и звука. И его возможно проводить с детьми как с первым немецким языком, так и со вторым он ориентируется на четвертый или пятый класс. Также проводятся вебинары по работе с этим курсом. Есть записи вебинаров, которые мы можем предоставить. наш контактный имейл для всех вопросов. «Отч.дефюз.рус» на «Собака.бьет.ru» Поскольку у нас не так много времени, нам нужно идти дальше. Также одним предложением, которое вы найдете здесь под методиками ученых материалов, является плакатная выставка ученых Германии. Сейчас, к сожалению, она закончилась, как именно плакатная выставка. Мы ее раньше рассылали по почте. Сейчас вы можете ее увидеть здесь в виде PDF. И задания к ним можно просто брать как идея для секс-занятий. Она посвящена немецким ученым и их открытиям. Так, вернемся назад. Одним из предложений для детей, для детей в возрасте 6-12 лет, является журнал «Lingo Mach Ninde». Возможно, кто-то сейчас смотрел презентацию проекта от авторов и разработчиков, издателей «Сэлью Герзу». Конечно же, предлагаются рабочие листы каждому из журналов. Журнал доступен на сайте онлайн. Его можно пролистать, электронной версией, а также скачать как PDF. Каждый журнал посвящен определенной теме и предлагает текст для чтения легкого уровня, эксперименты, интересные задания. Актуальный выпуск посвящен теме электричества. У нас есть новое предложение на сайте «Lingo» на странице. Вот если вы переходите из предложения для детей, «Lingo для детей», есть опция «Заказать выпуск». Оставьте свои координаты, выберите «Lingo Mach Mint», оставьте адрес, и мы вам вышлем по почте. Здорово, спасибо за комментарии, вопросов пока не вижу. Идем дальше. Это были материалы для детей. Вы видите, что здесь есть и другие материалы. Это «Дочень дзока», это «Эксперименты с немецким», это тема сказки по сайтам театра, как они шибают. Модули по немецкому для детей. Сейчас у нас нет времени на этом остановиться, но обязательно загляните, и я думаю, что вы найдете что-то для себя. Также сеанс языковой анимации для проведения пробных уроков в начальной школе. Нам нужно идти дальше, и сейчас мы с вами посмотрим материалы для подростков. Как вы видели, для детей мы брали подход к «Лилл». Интересное содержание, которое является не менее важной целью урока, как и языковое содержание. В материалы для подростков у нас есть материалы двух типов. Во-первых, страноведческие материалы. И здесь стоит упомянуть в первую очередь портал «Пашнет». Пользуясь случаем, хотел бы рекламировать. Завтра в секции «Мотивация к изучению немецкого языка» будет подробная презентация этого портала и материалов от редактора сайта «Пашнет» Анны Эссен в 14.00 по московскому времени. Во-вторых, это портал «Step into German». Это страноведческий материал на тему музыки, футбол, кино, устойчивое развитие. И здесь он интересен тем, что, например, в разделе «Музыка» всегда есть клип месяца, актуальные немецкие группы, всегда есть текст песни, есть рабочие листы, которые вы можете использовать на уроке. И есть немецкие чарты, то есть это информация, какие треки действительно сейчас звучат в плеерах немецких подростков, молодых людей. Это одна из тем. Есть также тема кино. Много фильмов можно посмотреть в нашем бесплатном онлайн-облименте «Онлайн». И здесь есть дидактические разработки фильмов. Они находятся на странице «Step into German». Здесь есть рубрика «Фюлеверинен» и, например, «Фильм». И здесь есть разные кино, разные фильмы. И третье – это журнал «Витамин Де», презентация которого состоялась сейчас. Запись презентации доступна будет на платформе. Можно посмотреть подробнее, что это за журнал. Его преимуществом, на наш взгляд, является то, что он… Это что-то печатное, что можно держать в руке, а не онлайн. Материал, которых сейчас множество. И плюс то, что абонемент является достаточно недорогим, 500 рублей в год за 4 выпуска, которые вы получаете по почте. Во-вторых, среди материалов для подростков есть страведческие серии. Это, в первую очередь, плакатные выставки. Плакатные выставки, я думаю, что многие из вас знают, мы рассылали по почте, по запросу от школ и вузов. Сейчас в наличии осталась одна плакатная выставка, которую мы произвели в большом количестве. Это «Города и ландшафты Германии». 13 плакатов, посвященные разным ландшафтам, территориям Германии, городам, Мюнхен, Дресен, Франкфурт, Рейн. Ими можно украсить классную комнату, а также к ним предлагаются упражнения на сайте немецкий для тебя, о котором я скажу чуть позже, и детоктические материалы. Заказать выставку можно здесь на сайте, кнопка «Заказать». Тот же самый знакомый вам формуляр. Можно сразу заказать и «Города и ландшафт», и «Лингумах Минт», указать адрес, контакты, и мы вам отправим бесплатно ее по почте. Кроме плакатных выставок, вы видите, здесь кроме городов и ландшафтов есть плакатные выставки на другие темы. Это ученые Германии, страна изобретателей Германии, немецкие изобретения. Даже если нет плакатной выставки в наличии, очень важно, что есть портал, который сопровождает выставку «Города и Лиэст Ваши Финнерла». Более того, он переведен на русский язык. И здесь, например, представлены изобретения немцев в разных сферах энергетика, оптика, медицина. Каждый из разделов сопровождается методическими материалами в разделе «Выставка», «Методический материал для ваку и немецкого языка». Другие темы выставок – это сказки, музыка. Страна «Дикерхунд» тоже плакатная выставка в наличии. Она посвящена идиомам, которые представлены в разных графических мотивах. Ее тоже можно заказать вместе в том же формуляре. Можно сразу все три наименования заказать. «Города и ландшафты», «Дикерхунд» и «Журнал «Винга», если вы работаете с этими целевыми группами. Во весь голос в лаучшторг-локатной выставке, к сожалению, портал больше не актуален, деактивирован, но мы готовим для вас на следующий год новый проект, посвященный актуальной музыке. Поэтому следите за нашими новостями. И вторая важная информация в этом разделе – это тематические календари. Вы знаете, есть такие БКД-календы, которые мы рассылаем как подарки, призы за участие в конкурсах. Кроме того, они доступны онлайн на сайте, и они посвящены каждый год какой-то новой стратегической теме. Например, мы посмотрим праздники в Германии. Здесь вы видите различные праздники. Можно открыть, например, Остан, простой пример. И в PDF-формате вы увидите здесь сам рабочий лист календаря, графический мотив, информацию, сопровождающую этот праздник. И сейчас я случайно закрыл как раз сценарий урока на тему Остан и разные идеи. И это все доступно бесплатно, в свободном доступе. И помимо праздников такие темы, как свободное время в Германии, как проводят немцы свое рабочее время, профессии, сопровождают работу в офисе, какие вопросы. Люди в Германии, фамилия, актив, альт, то есть это какие-то тенденции общества в Германии, спорт в Германии и так далее. Загляните. Мы показываем это на сайте для того, чтобы вы могли всегда это посмотреть сами. Что касается стратегических материалов, еще важна серия Дольфсенфлабо, я думаю, что многие из вас ее знают. Это видеожурнал с двумя ведущими, Нино и Давид, и они исследуют разные опросы. Например, часто стереотипы о Германии, действительно ли немцы так вот помешаны на колбасе или сосисках, что такое био, почему это так популярно сейчас и так далее. Тема здесь. Это все для уровня А2+. И можно также интегрировать в урок немецкого языка, потому что в каждой серии предлагаются рабочие листы, Хан-Райхимен и манускрипт с текстом видео. Так, идем дальше. Это были стратегические материалы для подростков. Дальше мы переходим к другим материалам для подростков, которые не являются стратегическими. Это тот же самый подход к ЛИУ. Интересное содержание других предметов. Например, у нас есть проект онлайн-университет для подростков, Депитали Юниакуни. Он похож по структуре на детский онлайн-университет, представляет собой платформу для подростков. Сейчас вы видите, можно включить русскоязычный интерфейс. Входим. И мы видим в таких разделах факультета, как робототехника программирования, космонавтика, технологии естествознания, энергетика устойчивого развития, разные видеолекции. Например, как делают видео в формате 360 градусов. С темой VR. Смотрите лекцию. В подростке можно на русском. Нужно поймать 10 немецких слов за лекцию. Затем откроется задание, решайте задание, получайте бейджи и продвигайтесь по научной коллективе. Естественно, что все видеолекции сопровождаются идеями для уроков, для занятий, на двух уровнях. Это 1А2 и А2Б1. Также есть рекомендации, какие лекции непосредственно задействовать в учебном плане, если вы проходите, например, какую-то тему питания, природы, растений, животных. Всегда можно подключить ролик. Ролик можно смотреть не только дома, но и можно использовать на занятии вместе с дидактическими материалами, которые предлагаются на платформе в учительском доступе. Для этого вы регистрируетесь на платформе как учитель. «Но инсуган анлеген» и «Лево». Вот, у меня уже есть, поэтому, чтобы не терять время, я зайду и покажу вам, где находятся эти материалы. Та же лекция «Но инсуган» и «Но инсуган анлеген» и «Но инсуган анлеген». И здесь вы находитесь «Лево» и «Но инсуган анлеген». Кроме того, проанонсирую то, что на базе этих материалов разработан элективный курс для учеников 10 класса, а также мотивационные пробные уроки для учеников 7-8 класса и готовится программа универочной деятельности для учеников 8 класса именно на базе этих видеоматериалов онлайн-миниверситета для подростков. Так, возвращаемся в раздел «Материал для подростков». Здесь мы найдем, помимо юниоруни, также материалы на тему экологии из нашего проекта «Школа за экологию» на тему «Апфеллэнк» «Лемдава», «Вассебельтн», «Дивотэлистн» и так далее. Если вы проходите эту тему в ученом плане, то можно подключить себя эти материалы. Кроме того, есть материалы на тему «Немецкий язык плюс футбол». Это программа в универочной деятельности для 6-7 классов. Она полностью готова. Все сценарии, материалы можно использовать. Есть также вот сама программа, рекомендации для учителей. Есть видеоролик, который рассказывает об этой программе. Если вас интересует эта тема, если у вас есть ингажированный учитель физкультуры, то можно попробовать. тем более, что программа готова, ее нужно только одобрить директоры и использовать. Также есть информация об актуальных немецкой музыке. Из остального, пожалуй, представлю только Lingomint для подростков. Мы видели Lingomint. Это был журнал Lingomint. Он ориентирован для детей. Таким образом, он выглядит. Есть портал. Он ориентирован уже на подростков в возрасте 13-16 лет. Здесь уже чуть-чуть посложнее язык, но тем не менее, те же темы. Есть также приложение QuizDuel для подростков. Ольга, к сожалению, сказать не могу без его ограниченного времени. Скажу, что есть также подборка короткометражных и рекламных роликов для использования на локах. Почти все доступны здесь на сайте. Короткометражки и есть рекламные ролики. Они вот здесь али-класс-фильма и веби-фильма али-веби-фильма. Посмотрите, к ним тоже есть всегда дополнительный материал. Можно всегда попробовать найти время и привлечь и показать на урок. Остальные материалы вы можете посмотреть здесь. Например, с тетрадкой 70 дней немецкого разные брошюры с идеями, что можно делать каждый день, какая-то активность с немецким и так далее. Это были материалы с немецким. Мы переходим сейчас ко второму разделу. Конечно, мотивировать к изучению немецкого невозможно без каких-то конкурсов, событий с немецким языком. Поэтому мы коротко представим, какие у нас есть конкурсы с немецким языком. Сейчас завершился прием работ на конкурс, который мы проводим каждый год совместно с IFS России. Это фонд Интеркультура. Это тоже международная организация. Он ориентирован на школьников, которые изучают немецкий язык как второй иностранный. И в этом году участвовать могли и каждый год участвовать могут школьники в возрасте 15-17 лет на 1 сентября текущего года. Первое задание лексико-страноведческий лексико-грамматическо-страноведческий тест. Затем нужно снять видеоролик. Победители приглашаются на очный финал. Первый приз это академический год в Германии от IFS стипендия. Второй приз это стипендия от ГЭТ-института на 3-недельный курс в одном из ГЭТ-института в Германии. Третий приз это курс немецкого языка в центре Сейчас прием заявок завершен буквально вчера. Приглашаю участвовать в следующий год. Сейчас также идет для северо-западного региона России прием заявок на фестиваль школьных театров. Единственный фестиваль в России на немецком языке для школьных групп. Актуален для школьных коллективов из Санкт-Петербурга и северо-западной России. Как я сказал, прием заявок до 1 ноября. Другие конкурсы учим немецкий языковой чемпионат реализуются в 17 регионах. В каждом из них у нас есть координатор. Это наш методистный репликатор. Если вдруг вы из этого города но еще не слышали о нем, напишите нам. Контактные лица всегда здесь есть. Мы вас соединим. Ну, я уверен, что вы о нем слышали. Конечно же, это международная олимпиада по немецкому языку, которую Гетминсту проводят каждые два года. В этом году она состоялась в онлайн-формате. Следующая будет через соответственно в 2022 году. Но в те годы, когда или нет, Гетминститут всегда поддерживает участников Всероссийской олимпиады и присуждает два курса немецкого языка в Германии на три недели тем, кто также показал хорошие результаты. Конечно же, события не обязательно должны быть организованы где-то институтом или партнером. Одним из событий может быть как раз плакатная выставка, которую вы заказали у нас, например, и провели у себя в школе в рамках каких-то тематических недель или просто как неурочная активность проектная неделя. Есть также выставки немецкого, которые путешествуют по миру, по стране. Последние из них были ощутимы тематикой. Германия – страна-изобретателей, но, к сожалению, в сегодняшней ситуации это невозможно проведение массовых мероприятий, поэтому просто знайте, что они есть, и к ним есть просто интересный материал на ту же тему экология. Есть калькуляторы СО2, какой неродный след оставляешь им интерактивное приложение, отвечаешь на вопросы и получаешь оценку и так далее. Я думаю, что если мы говорим о мероприятиях с немецким языком, нельзя не заглянуть в рубрику «События». У нас нет отдельного календаря именно для учеников или для студентов, но за счет того, что сейчас многие мероприятия проводятся в онлайн-формате, многие, даже те, которые, точнее, те, которые проводились в очном формате, но они подходят для изучающих немецкий. Например, наш кино-клуб и наш разговорный клуб. Почему бы и нет? Здесь вы видите сейчас, например, что в воскресенье в рамках фестиваля науки «Наука на плюс» будет выступление немецкого инженера, ученого Юанха Мехекера с интересными экспериментами. Вы увидите, как выживают купюры, сможете увидеть тепло, услышать летучих мышей. Оно ориентируется на детей и подростков, но будет интересно всем, всем взрослым тоже. И оно проходит на немецком языке с переводом. Так что время от времени можно заглядывать в наш календарь события и находить что-то для себя и для своих учеников. Мы сейчас говорили о материалах для школы, для уроков, о конкурсах и событиях, которые проводятся часто в школе или в УЗЕ, но также, конечно же, мотивируют какие-то онлайн-рисурсы, которые учащиеся могут самостоятельно открыть для себя и работать с ними, поэтому переходим в рубрику «Бесплатно учить немецкий». И здесь мы начнем с такого раздела, как запасная программа. Как только началась вся ситуация с карантином, мы сделали страничку, где представлены онлайн-ресурсы, с которыми дети могут работать и сами. Здесь мы видим уже знакомый нам киндеруин, детский университет, приложение для планшетов и смартфонов «Доджеран Фрук». Это три маршрута «Техника природы и культура». На каждом из них есть простой вопрос, и вы собираете просто ребенок собирать баллы за правильный ответ на них, ориентированный на детей объединенных 12 лет. Также есть приложение «Город слов», есть видео онлайн-игры, есть видео эппа, в котором можно скачать в App Store и Google Play. Это виртуальный город, где вы учите первые немецкие слова, выполняете простые задания, и можно общаться с изучающими другими пользователями этой игры. Тоже на начальный уровень 1.2. Другие игры сейчас нет времени представить, но загляните тоже сюда, можно посмотреть. Для подростков это уже представлено «Юнер Уни», а также рекомендуется «Пашнет». «Пашнет» в принципе это портал инициативы «Школа партнеров будущего», но он открыт для всех желающих, для учителей можно по фильтру найти материалы на интересующую вас тему подходящего уровня и которые готовят к соответствующему экзамену. Вот, например, сейчас я выбрал какой-то экзотический набор, но допустим мы берем тему «Культура и музыка» для уровня А1. Наверное, А1 слишком низко, действительно. Вот тема А2, «Музик кабинет», «Майни музик» и так далее. И, конечно, у этого портала есть соцсети, Facebook и Instagram, они ориентированы именно на изучающих немецкий, то есть даже если вы не относитесь, не учитесь ваши ученики не в вашей школе, вы можете всегда тоже следить за Facebook каналом, за Instagram, там простые языковые активности, какие-то задания, интересные посты. Вот, это во-первых. Во-вторых, я вижу вопросы для мотивации для взрослых и сейчас тоже об этом скажу. Пора арбовать, спасибо. «Домоседы» называется эта страничка. Здесь, во-первых, есть наш самый главный ресурс для тех, кто учит немецкий. Это наша соцсеть для изучающих немецкий «Дойчка.дей». Переходим. Здесь вы регистрируетесь, вводите e-mail, пароль, и у меня уже есть аккаунт, я хочу новый создавать. Перейдем. Здесь вы видите тоже сообщение. Здесь все пользователи, которые изучают немецкий во всем мире, здесь есть форум, здесь есть советы по изучению немецкого языка, здесь есть «Meine Lerdenheit» и «Allen Lerdenheit». Вы можете задать тоже уровень знаний, какую и при чём деятельности вы хотите тему и формат. И мы видим, что здесь много материалов, например, к Иде. Сейчас скажу, что это такое. Для взрослых также подойдут два приложения, это «Deutsche Trainer A1» и «Este Wege in Deutschland» это App, которая помогает сориентироваться в первых шагах в Германии. Здесь вы просто следуете за героиней и попадаете в какие-то аутентичные ситуации в автобусе, как назначить термин и так далее. Есть помимо Deutschlandlabor чуть более продвинутый материал уже для B1, наверное, B2, «Ticket nach Berlin», когда две команды путешествуют по Германии и выполняют различные задания и нужно попасть на скорость в Берлин. Но сейчас самая большая новинка это «Deutsche Trainer A1» и «Ида». Это YouTube-канал вместе с «Идой», который объясняет определенные аспекты языка. Вышел новый сезон после, наверное, двух лет перерыва. Ида объясняет темы грамматические, за которые проголосовало наибольшее количество пользователей. Вот мы переходим в рубрику «Видео» и видим, что последнее добавлено до 17 часов назад. Каждую неделю будет добавляться одно новое видео. Мы видим, например, новую тему «Trennbarl-Bern auf Deutsch» и «Как объяснить отделяемые приставки». Простим языком наша героиня «Ида» объясняет грамматические темы. И поскольку новые знания нужно всегда применять на портале «Dodge4Dif», который я показал, есть в каждом выпуске определенные задания для самостоятельной работы. Поэтому рекомендую заглянуть на YouTube-канал. Он может быть немножко сложноват, но попробуйте, мне кажется, уже от A2B A2, наверное, можно уже пробовать. И также он подойдет взрослому. Есть также портал для о жизни в Германии, называется «Dodge4Difilter» и он поязычный. Можно говорить русский. Здесь разные статьи. «10 неординарных донов» из Германии, пространство «По памяти и надежды», «Немецкая граница». Интересные статьи о разных аспектах жизни в Германии. Единственное, посмотрите сначала сами, прежде чем рекомендовать ученикам. Здесь есть разные темы. Прогулки с Рахель в Гамбурге. Она путешествует по разным городам, рассказывает о городах. Видео не переводится, то есть не только на немецком, но тексты и материалы переведены русско-немецкий. Это сейчас самое наше актуальное предложение об актуальной жизни в Германии. Так, возвращаемся. Это были онлайн-предложения. Был еще вопрос на тему мигрантов, что можно предложить. Есть такой портал как «MindBakeNachtOtchland». Здесь как раз «Esseskid in Deutschland», «Esseskid in Studium», «Abeiten», «Familya», целый портал с языковыми активностями, с информацией. Вот, могу его порекомендовать. Все это собрано на странице. Давайте еще раз посмотрим. «Qtd.us» «Немецкий язык», «Бесплатно учить немецкий». «Домоседы» это для всех, для взрослых и детей. Запасная программа, «РЗАС-программа» это для школьников и студентов. Так, это были наши онлайн-предложения. Не могу не рассказать про наш новый «AngleBot». Это в рубрике «Оказательные инициативы проекты». Приложение по следам немецкой культуры. Оно запустилось 3 октября в России. Это интерактивный гид по знаковым местам в Москве, Омске и Самаре, а уже совсем скоро выйдет в Берни, Томске и Тюмени. Мобильное приложение можете составлять паршрут и в вашем городе, если вы живете в этих городах, открывать места, которые связаны с интересными историями, связанные с немцами. Такие места в этих городах. «Идамид даут за хепфин канэшки набенутся седаут на 50-х минуты». Действительно, эти видеоролики, те же видеоролики с Идой, смотрите, они не очень длинные, 4 минуты, 3 минуты. Они недолгие, так что смотрите. Или можно рекомендовать для самостоятельного задания. «Витамин Де» я уже упоминал, конечно же, это наш кладезь стремонических материалов. Вот. Это были онлайн ресурсы актуальные, цифровые ресурсы. Дальше мы идем в рубрику «Немецкий язык сервисы и поддержка для преподавателей». Если вы работаете с каким-то ресурсом, пишите, пожалуйста, в Zoom или на странице трансляции в МИА-эп, чтобы другие участия видели, что это ровно от жизни то, что я здесь рассказываю, о том, что действительно вы с этим работаете, благодаря всех, кто это уже делает. Например, пишет то, что «Дорсен Фабло подходит для студентов, можно и смотреть, и переводить, и делать упражнения, и обсуждать». Спасибо. Наталья пишет «Ференданк, инфосанты ангиболта». Спасибо. Смотрите, что мы предлагаем государственным образовательным организациям, школам, вузам и отдельным учителям, преподателям, которые работают в них. Чтобы мы не успели рассказать об этом, скажу сейчас про ссылку преподавания немецкого. Мы ее начали вести в марте прошлого года. Раз в месяц мы собираем все новинки, которые появляются во всех этих рубриках сайта, которые я сейчас представил. То есть, например, октябрьский выпуск, который вышел вчера. Во-первых, подписаться мне вы можете прямо здесь. Значит, смотрите, немецкий язык, преподатель немецкого, сервис и поддержка. Актуальные предложения, рассылка преподавания немецкого. Переходите, подписаться. Подпишитесь прямо сейчас, если вы еще не подписаны, чтобы потом не забыть. Всего приходит раз в месяц, плюс иногда, когда что-то важное, например, открытие года Германии, мы иногда делаем спецвыпуски или конференции сегодняшние. Что мы предлагаем в октябре? Конечно же, информация о конференции, информация о стипендиальном предложении, то, что продлём приём заявки 20 октября. Это не является темой нашего рассказа, поэтому не будем на этом останавливаться. Конференция Литвико, семинары онлайн, онлайн-семинары бесплатные, виртуальный ресурсный центр. Затем мероприятия, о которых я сказал, какие-то страведческие материалы актуальные, новый выпуск Витамин ВИА анонсирован, другие страведческие материалы ИДА, ресурсы для учителей, что такое устойчивое развитие, у нас есть новое досье и так далее. То есть масса полезной информации, вам не нужно искать на сайте, раз в месяц вам приходит на почту. В предыдущие выпуски тоже можно листать, потому что мы поставляли разные онлайн-ресурсы, которые появлялись в этих выпусках. Это наш такой самый, наверное, массовый сервис. Кроме того, есть опция заказа учебной литературы. Каждая образовательная организация, как говорится по-немецки, пока у нас есть в наличии эти материалы, может заказать комплект учебной литературы бесплатно для школы, для организации, для школ, для вузов, пакет 1, пакет 2, для разных уровней, в Москве, в Санкт-Петербурге и в Пятной институте Новосибирска. Кроме того, можете заказать пакет рекламных материалов, то есть если вам нужно оформить классную комнату, аудиторию, если нужно провести олимпиаду, какие-то призы можно заказать, какую-то раздатку, значки, блокноты, ручки, можете тоже раз в год получить от нас такой комплект. бесплатно мы пришлем по почте. Оформите заявку. Здесь опять же есть ограничение, что раз в год, что не более 100 евро заказ, и что опять же пока в наличии есть эти материалы. Мы предлагаем блокадные выставки, о чем я говорил сегодня. Здесь вы просто найдете ссылку именно на сам формуляр. Если вы еще не заказали, то можете оставить заявку. Пришлем. у нас в наличии еще есть какое-то количество. Также здесь есть материалы консультации, то есть изучающие немецкие могут записаться на онлайн-консультацию с преподавателями от института, который предлагает наша библиотека. Зарегистрироваться на консультации. Можно написать вопрос, ваш возраст и записаться на какой-то слог. Также здесь собраны медиа в нашей бесплатной библиотеке онлайн по уровню. Адаптированные чтения А1 А2 А1 А2 вместе В1 В1 В2 С1 С2 Например, вы переходите на уровень А2. Видите, что есть лайфтая ликтюра, например, Дэмонт Ва Цойге Переходите в титльную дигиталь Пфюпа Заходите на Попадаете онлайн Можете прийти Это Ауслайн Сейчас не вижу кропку Ауслайн Возможно, он уже Ауслайн Смотрим Так, хорошо, что-то сейчас не туда я смотрю, но у меня все получалось открыть Мы Довольно сейчас дойдем Есть также записи онлайн семинаров То есть такие же презентации Виртуальный ресурсный центр Презентация программы Неурочной деятельности о которой я рассказала в виде записи вебинара на Московском международном салоне образования Здесь можно все в спокойном режиме посмотреть без спешки Это все размещено на нашем сайте в разделе сервис Также запустилась новая страничка на нашем центральном сайте Готинститут в Германии Здесь есть обмен материалами на тему Майн Фамилия Например Шоколад Нахальтихкать Здесь можно оставить заявку поделиться своим материалом Можно представить себя посмотреть портреты других учителей и подписаться на newsletter нашего центрального офиса в Германии Вот так Это был наш раздел сервис У нас есть также сервис посвященный популяризации немецкого языка с аргументами в пользу немецкого языка То есть на той же странице немецкий язык Почему немецкий? Во-первых вы здесь видите 10 документов в пользу изучения немецкого языка на русском и немецком Во-вторых здесь размещена наша видеосерия где известные личности говорят о своем опыте изучения немецкого языка о том какую роль язык сыграл в жизни как они к нему относятся и так далее Самое известное наверное это Варум Дочь с Чулпан Хаматовой Если вы проводите какое-то информационное мероприятие например и родительское собрание можно его использовать показать очень интересно Артемий Троицкий Олег Местеров достаточно известные люди Так Это раздел немецкий язык Давайте я все-таки покажу Онля Он находится под культура сервис электронная библиотека Онля Здесь вы попадаете на сайт переходите на сайт Онля есть раздел например вот Доча Шпаха лучше Доча Вот вы на него приходите и например журнал Доча Перфект любимым многим сейчас вот этот конкретный выпуск уже выдан например Доча Перфект 10 октября 2020 года лет Саусля Вы заходите авторизируетесь с вашим аккаунтом на Майдю ТБЕ принимаете использовательское соглашение Галочек поставить и вот он у вас уже выдан на руках и без посещения библиотеки вы можете пользоваться Сейчас он загружается естественно требуется какое-то время но вы можете работать с онля не только с компьютера ноутбука но и с планшетом он тоже оптимизирован Так Могу ли я заказать черный материал для профессионального колледжа? Да, конечно профессиональный колледж Пока загружается наш Доча Перфект покажу где можно заказать материалы для колледжа немецкий язык сервис и поддержка учебная литература и один из пакетов у нас является у нас был также пакет для колледжа возможно сейчас он закончился тогда просто напишите по этому адресу мы ответим уточним наличие у нас был один пакет а вот учебная литература колледжа смотрите вы можете заказать базовый пакет пакет медицина туризм строительство товарское дело и формуляр завязан его нужно заполнить оставить печать организации подпись директора или завод в кафедре и отправить нам в сканированном виде так возвращаемся в дочь перфек смотрите вот сейчас я продемонстрировал чтобы получить актуальный выпуск журнала в дочь перфек который стоит недешево за считанные секунды можно из дома без каких-то больших усилий единственное его нельзя скачать поскольку это специальный софт но с ним достаточно удобно работать читать самим и рекомендовать вашим изучающим помимо журналов есть литература новинки художественной литературы есть запутки есть кримис есть журналы другие есть кино которое также можно смотреть легально бесплатно есть новинки есть кино для школьников и студентов найти его можно через рубрику немецкий язык методики учебные материалы знакомые нам рубриками немецкие для детей кино для детей и подростков в онляе здесь собственно рекомендации какие фильмы подходят для детей и можно посмотреть дома порекомендовать детям или устроить просмотр на 2,4 и 7 попробуем взять на 2 дня обшипелим так ну сейчас у меня идет поток зума открыты другие материалы сейчас закрою но точно так же как дочь перфект они запустятся хорошо оставим вот в принципе он для очень стал удобной штукой за последний год месяц опыт пользователя гораздо улучшился так последней темой мы разделим мотивационные предложения а вот и фильм подгрузился как правило они на немецком языке фильмы но часто с субтитрами здесь должна быть информация информация по субтитрам вы найдете на этом сайте так переходим к разделу программы поскольку уже скоро подойдет моя коллега на тему мотивационные экзамены по немецкому языку последний раздел хотел представить образовательные инициативы и проект и один из них я уже сегодня упоминал последний немецкий культур здесь по уровням мы уже говорили о немецком университете о курсе внеурочной деятельности немецких длинных исследователей о немецком онлайн университете юниор есть варианты активности с программированием то есть у нас в России есть в 16 регионах региональные координаторы которые владеют классными наборами микроконтроллеров или опа-мини здесь видеоролики вы можете посмотреть как его программировать и в программной среде OpenRoberto можно писать программы простые на немецком языке и они будут выполняться либо в симуляторе либо если у вас есть такой микроконтроллер например вы можете его взять в аренду у регионального координатора забронировать комплект то и провести какие-то классы но для того чтобы работать с комплектом вам нужно пройти обучение у координатора есть простые ролики нет не то как работать как писать программы в программной среде OpenRoberto это как скретч только от института Франгофера и на немецком языке если вам эта тема близка то загляните посмотрите на этой странице хотел сказать наверное про программу Моснемецкий университет одной из важных мотиваций почему сейчас школьники учат немецкий это желание учиться получить высшее образование в немецком вузе поскольку оно бесплатное как правило и в принципе прием заявок открыт можно поступить из России особенность для российских школьников как вы знаете в том что невозможно поступить напрямую из 11 класса в немецкий вуз то есть нужно либо один год обучаться в немецком в студенку леди в Германии либо в вузе в России поэтому мы предлагаем программу предуниверситетской подготовки которая позволяет сэкономить год сейчас вы найдете в левом ориентирован ориентирован учащихся 9 класса 10 класса 11 класса в соответствующем уровне немецкого языка 9 класса 2 10 до 1 11 класса 2 эта программа раньше была стипендиальной теперь она к сожалению больше нет стипендией полностью платная и она позволяет готовиться к поступлению в немецкий вуз без потери этого года в один из университетов партнеров с которыми у нас заключено соглашение для того чтобы не нужно было вот этот один год пропускать другие программы можете посмотреть тоже на под страницей раздела немецкий язык преподавки нет немецкий язык обязательной инициативой проекта сейчас у нас есть 4 минуты до перехода к теме экзамены по немецкому языку можете задать вопросы в зуме или на странице трансляции большое спасибо за комментарии за положительные отзывы очень приятно знать что не просто так рассказываешь отлично шикарный материал спасибо так вопросов пока не вижу тогда сейчас предлагаю вернуться к этой странице к немецкий язык преподаватель немецкого образовательной инициативы и проекта тогда у меня есть время рассказать про другие инициативы например это проект который ориентирован на колледжи на организации среднего профессионального образования для них предлагается тоже учебный курс онлайн курс повышения квалификации сейчас вот у нас начался с 12 октября для преподавателей СПО колледжей помимо онлайн курса уже представлен пакет методических материалов все время различные конкурсы для учащихся колледжей и видеоконкурсы и так далее то есть СПО и преподаватели колледжей являются также нашей важной цельной группой помимо этого проекта конечно же мы проводим языковые логеря сейчас уже несколько лет действует наш лагерь для детей это подросток ГТК последняя смена была для детей 10-14 лет это платное предложение лагерь проходил в онлайн формате по понятным причинам информация о следующей смене обычно он проходит летом и на зимние каникулы информация о следующей смене появится в середине октября если он будет в онлайн формате ничего не мешает подням принять участие если вы не в Москве а не в Москве также есть курсы немецкого языка в Германии для QTDE на нашем QTD дольщинке нет QTD сейчас конечно с актуальной обстановкой в мире это не очень актуальное предложение но мы надеемся что ситуация улучшится как правило поскольку это достаточно дорогостоящее предложение мы вручаем это как призыв каких-то конкурсов для школьников тот же Москультур сейчас у нас был конкурс в рамках открытия года Германии викторина была одна неделя можно было выбрать также двухнедельный курс изучения немецкого языка в Германии недавно добавилось досье вы наверное часто слышите слово нах устойчивое развитие образование для устойчивого развития и у вас ваших коллег есть возможность познакомиться с этой темой более подробно мы разместили видеокурс на тему устойчивого развития с профессором Вилей Индером из Ленского института педагогики сельского хозяйства и экологии видите такие темы как экологический вкус обдлук экологический след уйронный след по-русски какие цели устойчивого развития сейчас есть и так далее в ближайшее время мы добавим материалы для детей на тему устойчивого развития которые будут посвящены шесть модулей посвящены шести темам завтра в секции мотивации к изучению немецкого языка разработчик расскажут об одном из них который посвящен теме бумаги как можно с этой темой работать на уроке немецкого языка вижу вопрос обычно во всех конкурсах ли учите обязательные условия работы в государственной или частной школе есть ли какие-то программы повышения квалификации для учтей которые занимаются частным преподаванием в принципе поскольку это специфика нашей работы поддержка преподавания немецкого языка в государственных обязательных организациях конечно большинство предложений для них но ничего не мешает участвовать в них другим преподавателям но у нас для таких преподавателей нет возможности делать скидку то есть допустим онлайн курсы можно повышение квалификации можно в них участвовать если вы не работаете государственной обязательной организацией но цена будет без субсидий без скидки и занимать и тогда он становится достаточно высокой например есть языковые дистанционные курсы для преподавателей если вы они кстати запись на них сейчас еще идет смотрите до 26 октября цена для государства для преподателей государственной организации 36 600 для всех заинтересованных 34 600 это же касается и других каких-то наших предложений повышение квалификации семинары да они открыты в первую очередь приоритетны для учителей государственных организаций но вы можете смотреть записи вебинаров то как на странице сервиса записи всех вебинаров на салоне образования сегодняшняя все записи конференции будут доступны на платформе то что я могу посоветовать но как сказала эта специфика нашей работы поддержка немецкого именно в государственных организациях так больше вопросов пока не вижу и сейчас должна подключиться моя коллега Александра Осипова из отдела курсов поскольку одной из важных тем является конечно мотивацией это экзамен то есть нужно показать что ребенок чего-то достиг международный сертификат конечно безусловно очень важная вещь как для детей так и для родителей потому что они видят что их ребенок то их ребенок выучил язык во-вторых он и выучил в школе выучил его с вами поэтому мы хотели представить вам сегодня молодежный экзамен для школьников так сейчас посмотрю есть ли коллега участников так пока наверное еще нет тогда могу пока ответить на ваши вопросы потому что как я сказал у нас сегодня информационная сессия а не какой-то доклад или рассказ у вас сейчас есть возможность задать вопросы которые касаются нашей работы так я вижу что коллега уже здесь вопросов нам не поступило но у вас еще есть 25 минут чтобы их сформулировать и написать нам сейчас наверное я тогда передам слово Александр так я выключаю экран Саша привет так я вижу что микрофон так добрый день дорогие друзья я очень рада вас приветствовать сейчас вам видно мой экран отлично здорово тогда давайте начнем я очень рада приветствовать вас на нашей онлайн консультации меня зовут Александра Осипова я занимаюсь организацией молодежных экзаменов в Гето-институте Москва и сегодня я хотела бы поподробнее рассказать вам о них Гето-институт предлагает четыре различных экзамена для молодежи которые называются Гето-цертификат А1 Виттен-Дойч А1 А2 Виттен-Дойч А2 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 А1 А2 Гето-цертификат А1 Виттен-Дойч А1 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 доступен экзамен и дети могут участвовать в нем уже с 10 лет соответственно вы можете готовить своих участников своих учеников уже с начальной школы к этому экзамену Продолжительность экзамена 60 минут то есть письменная часть это лизин чтение аудирование и письмо и 15 минут дети разговаривают сдают устную часть они выступают обычно в группах от 3 до 6 человек давайте немножечко подробнее посмотрим что это за экзамен тут я выложила некоторые отрывки из экзамена это например аудирование то есть дети слушают какой-то текст и должны поставить просто выбрать также чтение они читают какой-то газетный отрывок и должны потом ответить на вопросы по отрывкам в письме заданий они просто отвечают на имейл достаточно простым языком и требуется всего 30 может быть 40 слов на говорении детям предлагаются вот такие карточки и в зависимости от того что им выпадет они должны будут задать вопрос или выразить какое-то восклицание и потом еще поговорить между собой экзамен Геотт сертификат от 2 фитенточцвай он немножко посложнее соответственно время увеличивается продолжительность его он сдается полтора часа и 15 минут также дети разговаривают но уже не в группах а парами экзамен можно сдавать с 12 лет и самое важное ну давайте сейчас еще посмотрим на задания какие у нас есть то есть чтение это просто читается какой-то отрывок из газеты чаще всего и также отвечаются на вопросы потом аудирование нужно будет сопоставить картинки с высказываниями по порядку в письме там уже два задания не как в первую не как в фитенточь айнс там уже два текста нужно написать смс своему другу и официальное письмо преподавателю то есть там нужно уже использовать вежливую форму и в говорении дети также получают карточки вот у них дается тема например ташингель да карманные деньги и слова подсказки кляйдун шпарен аузгейн шпиле и эти слова они должны использовать в своей речи и они просто помогают им чтобы строить диалог важно отметить что эти экзамены геотэцертификат фит айнс и фит звай немодулярные что же это значит немодулярный экзамен это когда дети сдают все части то есть лизен хран шайб и шпрэшен за один день и соответственно результат они тоже получают общий поэтому если какой-то модуль какой-то какая-то часть им не удалась то им придется к сожалению пересдавать весь экзамен полностью следующий экзамен экзамен более высокого уровня это геотэцертификат беэйнс югентвэзион и также есть экзамен геотэцертификат бецвай югентвэзион они экзамены посложнее что конечно же отражается на их продолжительности сдаются они в течение трех часов примерно трех с половиной часов и устная часть также идет в парах эти экзамены можно сдавать с 12 или с 15 лет ну и самое важное отличие этих экзаменов от фитов в том что они модулярны модулярны что же это такое что каждый что экзамен состоит из модулей модуль он отражает какую-то компетенцию например говорение например чтение аудирование или письмо то есть ребенок может записываться либо сразу на весь экзамен на все 4 модуля либо может сдать только какой-то отдельный модуль например лизин а через некоторое время подготовиться лучше к другим модулям и сдать другие 3 модуля также преимущество большое в том что при сдаче вот этого модуля модулярного экзамена если ребенок не справился с каким-то отдельным модулем с какой-то компетенцией то он может впоследствии сдать не целый экзамен пересдать целый экзамен а только выбрать ту часть которая ему не удалась ну раз мы с вами поподробнее это сейчас изучили то давайте посмотрим на возраст то есть мы тут видим что экзамены молодежные можно сдавать с 10 до 16 лет и часто преподаватели нас спрашивают что же делать детям в 16 лет потому что в 16 лет можно также сдавать взрослый экзамен если ребенок учится в школе мы все-таки советуем сдавать молодежные экзамены так как им просто будет легче писать или говорить на молодежные темы на школьные темы например это может быть ташингель карманные деньги либо это может быть твой распорядок дня в школе либо твой любимый предмет если вы будете сдавать взрослый экзамен это сертификат B2 для эваксона для взрослых то там будут конечно совершенно другие темы и эти темы ребенок к сожалению часто просто не знает не из-за того что у него плохой уровень языка а просто из-за того что он не знаком с этими реалиями жизни например отношения с начальством либо отпуск либо какие-то другие вопросы налоговая служба то есть поэтому если ребенок учится в школе мы все-таки советуем чтобы он сдавал молодежные экзамены независимо от его возраста ну раз мы с вами вот это обсудили формат экзамена давайте подумаем для чего вообще мы участвуем в экзаменах и почему так важно их сдавать и почему здорово если это вы делаете у нас в ГИОТО-институте но в первую очередь конечно же первое преимущество в том что сертификаты ГИОТО-института являются знаком качества то есть ГИОТО-институты представлены в более чем 100 странах мира и везде во всех странах все экзамены проводятся по единому стандарту соответственно если ваш ребенок сдал экзамен у нас то он получает тот же самый сертификат что он бы получил в Мюнхене в Вашингтоне либо в Африке где-нибудь в ГИОТО-институте точно так же готовятся наши экзаменаторы они все проходят постоянно обучение и постоянно сдают свой собственный экзамен на поэтому они все время поддерживают одинаковый уровень одинаковый стандарт также наши экзамены охватывают все уровни и навыки общевропейских компетенций владения иностранным языком что также отражается как раз в модулярных экзаменах непосредственно это чтение аудиирование письмо и говорение ну и для школ какие же могут быть плюсы это в том что они могут объективно подтвердить качество своих уроков то есть получая сертификаты и участвуют в наших экзаменах школы могут понять насколько качественно они проводят свои уроки немецкого языка и также они могут повысить свой престиж потому что экзамены международные и если они напишут это например на своем сайте что они сотрудничают с нами что они сдают наши экзамены то это будет конечно являться определенным показателем и уровнем для учащихся конечно же тоже наши сертификаты имеют только положительные стороны потому что при сдаче наших экзаменов это дети получают дополнительные компетенции и они получают больше шансов на образование на участие в каких-то дополнительных программах на шансы на стипендии и программа обмена то есть у нас есть например программа МОСНемецкий университет и чтобы в нем участвовать нужно обязательно предоставить такой сертификат о наличии уровня определенных знаний языка ну и конечно же мы все время ГИОТ-институт старается поддерживать преподавателей поддерживать учителей и поэтому всегда если учитель здорово подготовил своих детей к экзаменам мы всегда стараемся выставить им свидетельство либо грамоту о том что они подготовили детей о том что они участвовали в международных экзаменах и также мы не обделяем школы и школу мы тоже выставляем грамоты и благодарственные письма но если вы уже решились на участие в наших экзаменах если вы уже готовы если у вас есть ребята которые хотели бы участвовать в наших экзаменах то милости просим для начала вы должны конечно же подготовить детей к этому экзамену подготовки мы поговорим чуть позже а дальше вам нужно выбрать день экзамена когда бы вам хотелось сдать экзамен это может быть весна это может быть осень зима часто летом у нас бывают экзамены все эти данные все эти даты они отражены на нашем сайте goethe.de я думаю вы сейчас с ним очень хорошо знакомы так как я являюсь организатором молодежных экзаменов то а у вас если есть группа людей да и группа детей которые хотят сдавать все вместе да не просто в разнобой в любой день а все вместе вам удобно привезти детей к нам в готоинститут то тогда желательно написать мне на почту александра осипова goethe.de чтобы обговорить все нюансы организации экзамена проведения экзамена после этого мы регистрируем участников оплачиваем экзамен ну и потом ждем вас для успешной сдачи экзамена в готоинституте если вы к сожалению находитесь не в Москве не в Санкт-Петербурге или в Новосибирске где представлены готоинституты то не расстраивайтесь у нас есть возможность провести экзамен в других городах России так как мы сотрудничаем с многочисленными языковыми центрами и экзаменационными центрами по России у нас их больше 30 штук и поэтому как только вы подготовили детей вы можете связаться с нашими партнерами готоинститута по приему экзаменов они также отражены на нашем сайте гото.de и вот по этой ссылке там указано достаточное количество городов которые с удовольствием приедут к вам либо просто смогут организовать экзамены у себя на территории для этого вам тоже нужно будет выбрать день экзамена списаться с ними созвониться и зарегистрировать участников оплатить экзамен ну и встретить экзаменаторов в школе либо приехать к ним самостоятельно и успешно сдать экзамен ну а теперь мы вернемся к подготовке к экзаменам что же нужно сделать чтобы сдать наш экзамен для экзаменов FIT 1 и FIT 2 я бы сказала что достаточно школьной программы и что вы можете здорово подготовить детей просто при наличии постоянных занятий при том что дети готовятся выполнять домашние задания и в общем-то вы добьетесь таких же успехов с вашими обычными учебниками стандартными учебниками которые вам предлагаются в школе если же вам хочется чего-то большего если вам хочется дополнительно познакомиться с форматом нашего экзамена то мы советуем заниматься по таким учебникам как FIT 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 Они представлены в интернет-магазинах, также можно приобрести их в обычных книжных магазинах, ну или вы можете взять их у нас в библиотеке, библиотеке ГИОТА-института, и это будет бесплатно, и вы сможете по ним подготовиться к экзаменам и подготовить своих учеников. Если вам недостаточно учебников, если вам недостаточно школьной программы, то мы также предлагаем онлайн-курс по подготовке к экзамену, а именно онлайн-курс, который также находится на нашей интернет-страничке по вот этой ссылке. Там вы можете вместе со своим классом совместно готовиться к экзамену, там представлен один вариант для каждого экзамена, для ФИТ-1 и ФИТ-2, и вы сможете следить за прогрессом своих учеников, за тем, как они выполняют задания, где они допускают ошибки, чтобы больше внимания уделить каким-то отдельным аспектам. Ну и также нас очень часто спрашивают, к какому же экзамену нужно подготовиться, то есть вот мы вроде бы учим язык, ну а куда нам идти, сдаваться и что же, какой экзамен нам выбрать, ФИТ-1 или ФИТ-2, или может быть даже Б-1, и в таком случае мы всегда советуем для ваших участников, для ваших учеников пройти тестирование на уровень владения языком. Он называется TestenzeerDeutsch. Он также находится на нашем сайте. Это быстро, ну примерно полчаса, час. Все зависит от, конечно, скорости выполнения ребенка. Ну и также очень важный аспект, этот тест бесплатный. Соответственно, вы можете сразу же получить результаты своих детей. Например, если ребенок написал тест, получил результат А2, то вы можете спокойно записывать его на экзамен А2, ГИТА-сертификат ФИТ-1. В таком случае он просто получит официальное подтверждение своего уровня с сертификатом. Вообще, я думаю, это все. То есть вот еще я дополнительно публикую здесь мои контакты. Александра Осипова, ГИТА-институт Москва. Вы можете писать мне на почту александраосипова.гёта.де. Также я говорила об экзаменационных центрах, которые являются партнерами ГИТА-института. Их вы можете найти по этим ссылкам. экзамену по немецкому .rf или deutschproofing.ru. Ну и также здесь представлен сайт со всей информацией, с нашими экзаменами, с нашими дополнительными демо-версиями вариантов и всей полезной информацией, которая вам необходима. Это все. Спасибо вам за внимание. Я буду рада ответить на ваши вопросы. Саша, спасибо. Поступили вопросы, действительно, по экзаменам. Синь дипрюфу ненфи югдлихи костенлос? Неин, лада ничт. Али прюфу ненфиинь костенплещ. Я, наверное, должна по-русски ответить. По-русски. Нет, к сожалению, экзамены платные. И стоимость разнится в зависимости от уровня языка. А1, например, ФИТ-1 стоит 1800. Уровень экзамен А2 стоит 2100 и так далее. То есть это все представлено, это все в открытом доступе. У нас на сайте вы можете посмотреть и ознакомиться. Если это модулярный экзамен, например, B1 или B2, то вы можете взять только один модуль, и один модуль будет, конечно, дешевле, чем целый экзамен. Спасибо. Есть ли свободность у экзаменов? Вообще нет. У экзаменов и у сертификатов ГИТ-института нет срока годности. Но важная такая отметка, что, например, для взрослых сертификатов в посольство, в консульство, которые люди, например, сдают взрослые экзамен, то им требуется достаточно свежий сертификат, который не старше трех месяцев. То есть у нас в ГИТ-институте нет срока годности, но некоторые другие сторонние организации все-таки требуют достаточно актуальных сведений и актуальных результатов. Спасибо. Вот вопрос, который связан с этим. Если ученик сдает экзамен на C1 в девятом классе, будет ли экзамен актуален для поступления после 11 класса? Не могу вам, к сожалению, этого сказать, потому что все зависит непосредственно от университета. Вы должны написать в университет, в который вы будете подавать заявление, и спросить, будет ли это актуально, потому что все полностью зависит не от нас, к сожалению, а от того, кто будет смотреть и для кого вы делаете этот сертификат. Спасибо. Один комментарий. Я думаю, в этом септембре с 6 классами вы получили успех, это было очень весело для учеников. Это мотивационные экзамены, и я думаю, что школьникам с вами приятно. И еще один вопрос. Есть ли отличие взрослого экзамена от экзаменов для молодежи? Да, да, да. Я немножко затронула эту тему в начале. Взрослые и молодежные экзамены отличаются, но они отличаются не по уровню знаний, то есть B1 для взрослых и B1 для детей по той же грамматике, по тем же материалам изучаются. Единственное, в чем отличие, это в лексике. То есть для детей, для молодежи представлена лексика, которая знакома им и близка им. Это школа, это отношения с одноклассниками, это каникулы, родители. А для взрослых это, конечно, уже более серьезные темы. Это страховка, это налоги, это отношения с начальством, например. Часто поэтому мы и советуем детям до 17 лет, по крайней мере, сдавать все-таки молодежные экзамены, потому что они, к сожалению, просто не справятся с, например, написанием письменной части, потому что они не знают, как на это ответить по-русски даже, не то чтобы по-немецки. Спасибо. Вопросов по экзаменам, если не ошибаюсь, больше нет. Зато я обнаружил несколько вопросов, которые были к моей части, которые, к сожалению, не увидел. Можно ли заполнить формуляр на немецком? Я думаю, это, может быть, касалось формуляра на Ерминкель, кишпен или в Эрминкель, кишпен или заказ других материалов. Если формуляр на русском, лучше просьба заполнить на русском, потому что это идет на почтовой этикетке, и нашей почте, наверное, проще все-таки адрес России заполнить на русском. Можно ли заказать БКД-календарь? В настоящий момент нет, поскольку мы их используем для награждения в разных конкурсах. Просто в качестве призов, возможно, эта опция появится. Если появится, то мы об этом обязательно проинформируем. в нашей рассылке к преподаванию немецкого. Вопрос. Ви гейтесми штипендии на диземково на ялоне язык или гейтесхундаппоцентных онлайн? Если речь про следующий год, сейчас как раз до 20-го числа еще есть возможность продать заявку на получение стипендии, сейчас мы исходим из того, что они состоятся в очном формате, с соблюдением требований гигиены, ограничением количества участников в группе, но, конечно же, стопроцентной гарантии мы дать не можем. Сами мы не занимаемся разработкой учебников. У нас есть учебное пособие в рамках курса немецкий для профессии, но там нет какой-то спецификации на конкретной сфере, но в пакете льерники Швенда для колледжа можно заказать учебные пособия. Там есть учебные на медицинскую тематику. По поводу студии Мрюка, когда будет открыт приемная для девятых классов? Сейчас затрудняюсь ответить, точно не помню, но обычно мы всегда с большим запасом информируем наши рассылки. Если нет, напишите просто на Deutsch.Rusland, мы выясним и ответим вам. Речь идет, наверное, об онлайн-курсах повышения квалификации. К сожалению, у нас не предусмотрено бесплатные курсы повышения квалификации. Бесплатными являются онлайн-семинары. Что касается курсов, они субсидированы, то есть цена 6600, это с учетом стипендий, которые мы платим, берем на себя. Есть опция, если вы активный член МАУПН Межрегиональной ассоциации учреждений преподателей немецкого языка, МАУПН вместе с выпиской курсов Готт-института весной и осенью предоставляет по 10 мест для активных членов МАУПН с 50-процентной скидкой. В этот раз были даже места со 100-процентной скидкой, поэтому установите члены МАУПН и подавайте, например, через этот путь. У нас линейка экзаменов FIT, DSD это ЦТФ, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, мы вас не можем на этот счет проконсультировать. Я не знаю, Саша, будет ли это с твоей стороны комментировать? Нет, к сожалению, только по экзаменам Гетта-института. Вот, и последнее. Будет ли доступна запись после эфира? Хотел бы присмотреть. Да, запись будет еще минимум 6 месяцев доступна в Mobile Event Hub здесь, поэтому сегодня было очень много материалов представлено, понимаю, сможете зайти позже. Более того, мы предоставим презентацию, которая равнозначно путешествия по нашему сайту. И я хотел бы продемонстрировать последние слайды в своей презентации. Еще раз напомнить, что Сар, скажи, видно? Да, да, да. У нас есть ссылка, где мы информировали о всех новостях. На нее подписаться можно на странице GtdRus, он очень интересен. Если у вас есть какие-то вопросы по работе языкового отдела г怎么了 в России, вот адрес Gtdradus.grp.de, и у нас есть сопровождающая группа ВКонтакте ím drief.de, где мы рассказываем о всех новостях, дублируем бюзлетер, а также анонсируем какие-то мероприятия, которые, например, появились в глижутке между бюзлетерами, или какие-то новости партнеров интересные. ВК-кома, drief.de, подписывайтесь, и будете в курсе последних новостей первыми. Так, не появилось ли еще? Еще перед тем, как заказать материал. Нужно сначала где-то зарегистрироваться? Нет, не нужно. Там появился вопрос от Светланы. Какие дети могут посещать экзамены молодежные, любые? Да, конечно, любые дети, которые хотят сдать экзамены от института, с удовольствием приглашаются к нам. Желательно, чтобы они, конечно, учили немецкий язык. Да, по-моему, больше вопросов нет. Большое спасибо за огромное количество комментариев, 149 на платформе и в Zoom. Нам очень приятно такое активное участие и спасибо за очень приятные отзывы. Мы работаем для вас, мы делаем все, чтобы учить немецкий было интересно, чтобы ваши ученики и студенты были мотивированными, чтобы они достигали своих успехов. Поэтому спасибо вам за вашу увлеченность, ангажима по-немецки. И желаем дальнейших успехов, дальнейших интересных уроков. И ждем вас на следующих пунктах нашей конференции. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...